приветствую всех на канале роли game онлайн с вами россии мы продолжаем играть в империал лоре ребятки в первую очередь хотел бы поздравить всех уже с наступившим 2018 годом также хочу поздравить с наступающими праздниками рождественскими самое главное берегите себя и своих близких все остальное я думаю будет и сбудется то что вы загадали самое главное здоровье вас и ваших близких давайте в общем продолжим играть в империал горе опять повторюсь давно не было видео но сами понимаете работа эти праздники в общем хлопоты я думаю не сильно на меня обижайтесь если сильно обижайтесь простите люди добрые значит на чем мы с вами уже останется если честно не помню это было так давно именно две недели назад может даже больше в общем кто не знает мы играем за россию готовим нашу армию для того чтобы воевать с поляками после того как у нас с ними закончится мир мы их захватим и будем использовать как плацдарм для нападения на европу дальше значит давайте наверно сразу посмотрим что у нас там по экономике наши торговые пути это можем построить торговое отделение уже строим у османов с кем тут еще не торгуем в основном с османами греция у нас пока ничего не можем здесь представить себе почему то мы еще не торгуем с этими хлопцами торговое отделение нам пока не хватает денег пропускаем ход мы дружим с францией франция дружит с нами в принципе все отлично как всегда самое главное главное сейчас разобраться с курого курого матка ненавижу поляк так пропускаем еще ход еще пропускаем ход ребятки возможно где-то сейчас или может быть чуть позже справа у меня появится такой квадратик в котором будет видео точнее ссылка на старые записи по империал горе слава богу я к восемнадцатому году научился это делать поэтому я теперь время от времени в своих вот сплеях буду вставлять ссылки на плейлист или на конкретное видео которое я хотел бы чтобы тоже посмотрели которая будет связана или не связана с текущим видео в общем разберетесь так что где-то справа сверху она точно должно появиться где-то наверно вот здесь или слева сверху еще не решил ну в общем она будет поэтому кто не смотрел первый сезон обязательно классики посмотрите там мы нагибаем за пруссию и так государство швеции предлагает нам пресечение границ хорошо деньги на пригодятся швеция может ходить есть сегодня добрый настроим сейчас обязательно принятие государства османской империи в союз было отклонено государством австрии отношения между нашими государствами испортились бывает бывает журналистика исследована хорошо давайте тогда министерство информации изучив журналистику мы получили возможность улучшать отношения с другими странами посредством дипломатии окей миссия розетский камень теперь доступна хорошо я хотел здесь в швеции построить дорогого отделения вот так вот хочу знаете ли наладить экономику чтобы мы были богатые чтобы мы могли всех купить а кого не купить убить нам нужно кстати ожидать удара от саксонии это темная лошадка друзья друзья поляков сто процентов в принципе что саксонии что польша одна и та же хрень короче торговое отделение в австрии хорошо ждем купим силушку богатырскую для того что потом этим урокам навалять что мы в принципе обязательно с вами сделаем османская империя мне конечно еще раздражает у нее такой большой большой кусок территории я думаю не очень хотят с нами и и поделиться просто смесняются нам об этом сказать может вы посмотрите анатолий она так вот и просит что тут у тебя животное и ты называешь это армии или может быть вот это ну а тут посередине да или вот это посмотрите на моих орлов о пожалуйста все серьезно все очень серьезно так нету даже кто-то у докомплектовать боев всех мы наверно сейчас так и сделаем я заведем сюда на тебе тоже возвращайся мы не можем ходить мы не можем ходить тогда вот этого сюда отсылаю давайте начать в отрядах я хочу гусар и хочу муж титеров легкую пехоту ну что так по серьезному все было в здании что мы можем построить литейный цех торговая глава военная гава или месяца торговли позволяет ввести внутреннюю торговлю не хватает денег подождем 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 какие-то махинации про проходит в австрий надо быть готовы ко всему особенно мне не очень радует что у нас стоит здесь флот великобритании и поляков блин флот поляков это само по себе как-то как нонсенс какой-то звучит то есть где поляки где флот вообще-то не связанные вещи так значит переводим нашего имела сюда пополняем его на следующем ходу пополняем его немножко и отправляем опять на дальние границы мусолить глаза османом чтобы с ними можно было разобраться обязательно обязательно разберемся так швеция предлагает нам золото давай швеция плати папки плати я тогда съем тебя последний сам или шучу скорее всего будет вместе в тот момент когда мы будем брать османов так хорошо деньги вот прям чувствую денежные потоки которые обвивают нашу державу давайте все-таки на раз здесь построим военную гавань министерство торговли военной гавани сейчас построим пару шлюбок австрию 3000 заходи дорогой заходи 3000 за право прохода на 8 ходов это опупительная сделка я так считаю они мне платят деньги я потом эти деньги оберну против них вы же знаете мы обязательно так сделаем ребятки очень приятно и очень спасибо что вы комментируете виде пин по империал горе спасибо отдельное спасибо людям которые комментируют еще с самого начала ребята я всегда читаю ваши комментарии и стараюсь всегда по возможности вам отвечать а если на такой возможности нету то я ставлю такое модное сердечко но вы наверно видите поэтому знаете что я всегда читаю я всегда с вами так мы предоставили австрии право на проход то проходи уже все же решили давно я уже деньги то и почти потратил надо кстати везде построить лесопильные заводы в москве в минске пока хватит так что отречение комплектован ждем 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 я уже в таком хорошем минусе примерно 50 очков по еде то есть я кушаю больше чем вырабатываю ничего знаете как-то переживу переходим в новую эру конечно же так все давай швыруй на дальние берега так сказать падешь через эту швеция ну она мне конечно исправно платит деньги за проход и так далее было бы неплохо и просто на просто захватить так здесь давайте построим торговую гавань и завод давно как раз нам хватит на следующем ходу чтобы это сделать запустим свои щупальцы по всему миру знаете я пытаюсь вести себя как бы агрессивно чтобы добавить экшена но эта музыка она просто меня умиляет и я становлюсь таким няшкой сразу перестаю нервничать австрия молдовия польша считаю что наступил подходящий момент для укрепления отношений короче ты еще копеек нам дает ладно давайте прямую вашу подачку просто потому что в хорошем настроении музыка меня успокаивает так военная гавань построена в петербурге что в принципе не может не радовать давайте посмотрим что у нас там по миссиям пруссия эти 4000 золота на всех подходящих по территории будет постановлены военной гавани хрень поэтому выполнили до 3-3 до типа легкой пехоты в гарнизоне два корабля класса шлюз порту морская торговля спортом александрийская гавань хрень это что всемирная выставка каждый ход в течение одного года прибавляет два очка симпатии к нам во всех странах как нейтральных таки их империях золота 5000 населения 3000 морских торговых путей 5 все хорошо но у нас нету золота и у нас нету торговых морских путей что на это самое главное золото это такое дело руси еще там жива жесткие пруссаки в прошлом сезоне мы нормально за них покатали давай швеция давай я думаю может попросить право прохода как бы успел закончить мысль как саксония дает нам 8000 копеек за мир я просто хотел погрузить пацанов на корабль как бы заплыть туда взять право на проход зайти как бы навешать им пилюлей ну чтобы чтобы они как бы понимали с кем они вообще блять дело ведут так блин но османы и вкусные пацаны ребята я к вам все таки наверно я к вам иду пожалуй что я храню наши границы товарищи как отряды шлюп давайте наверно делаем один шлюп чтоб он был хочу гусар давайте еще обязательно конечно мушкетеров серьезное движение пацаны у вас я вообще распущу на херме не нужны еще из-за вас получить золото чуть-чуть что экономическим этим было бы военная скажите было бы торговая не военная либо могли бы торговать вам нужно больше ресурсов ваше величество я король я хочу хочу то и делаю хочу строю хочу не строю людей у нас видели не хватает мы же россия у нас люди это наше главное богатство где они все куда не делись их король нуждается в них или не король или царь какая нахер разница торговая гавань построена рионе курск свете я хочу тут торговать корабли у нас нету людей у нас нету людей к сожалению завершаем ход в общем я думаю надо сейчас построить консульство все всякую эту дребедень в молдове и молдову страну чудову себе забрать что так по мирному я думаю что самый будет оптимальный вариант как бы за пикнем сказать типа пацаны мы не хотим стрелять мы наблюдаем и по миру мирно их забрать если это торговлю по стране регулировать петербург хорошо шикарно так корабль александр 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 хорошо построен у нас стоит в порту пока спускать его не будем сцепи шлюп ярослав ярослав ты красавчика не хочешь в порт найти как бы в одессу жемчужину моря давай давай ярослав заходи ну что ты ну вот не родной так молдове можем а блин что-то по людям вообще плохо а плохо потому что я же там я вспомнил лишь там отряды рекрутируют полным ходом великобритания хорошо османы оттягивать свои силы туда дальше в европу тем самым обнажая свой тыл они как бы так и хотят что 5 немного задний дворик постучался у меня сейчас другая идея фикс я знаете ли хочу молдову молдавию себе заполучить по-мирному ее войска станут моими что в принципе не может не радовать швеция делать тело движения рядом с моей столицей меня кстати это очень напрягает вообще не люблю когда рядом с моими границами какие-то тёрки происходят знаете не по себе захватит там отряда все последний строится нормально сейчас будет население побольше мы поставим консульство поставим консульство потом издательство потом еще какую-то дребедение потом ее мирно аннексируем так сказать проведем референдум ваш наследник достиг возраста в котором пора учиться читать и писать наконец-то все-таки как бы не добил поэтому читать и писать сможет то есть у нас есть светлое будущее который мы придем свою страну обязательно молдавия и франция со мной очень дружат но мне больше молдавии интересно потому что я могу их себе присоединить франция это империя и это не получится как сделать еще один ход и мы сможем мы сможем построить корпус кстати денег у нас уже полно я считаю на этом этапе игры у нас достаточно много денег спасибо с аксонии за это бы их подгон в плане 8000 был как нельзя кстати хорошо сроки и стекли там да там хорошо хорошо зданием конкурсства наконец-то австрия предлагают 3000 право на проход проходи дорогой вот кусочек австрии думаю может купить чтобы немножко куру зажать что как он запереживал немного вот эту бы часть купил для лица австрии кстати да торгового соглашения с австрии я тебе значит я хочу тебя полицию попросить сколько 21000 кто-то стихами должен со мной вообще разговаривать такие бабки дал сволочь такая не буду плодить так что ты мастерский цех министерство информации кубск киев в киеве как тебе не любить так анатолий мы не можем пока только что не хватает в швеции тоже больше ладно ждем опять проблема у нас с населением так 1600 австрия польша молдовия считает хорошо а света считаете ребята давайте будем считать что они мне платят потому что они нас боятся просто просто боятся поэтому им приходится большого русского мебели прикармливать чтобы их не раздавили а по самодержавие или демократия в принципе демократия нас к ничему плохому не приведет но самодержавие тоже плохо хотя я смогу себя объявить императором первой межгалактической империи или императором или царем или это это сразу царь император царь ладно давайте выберем демократию для того чтобы больше дружить с теми кто тоже угол демократии так лучше на полицейские лучше на полицейская академия военная ребята военная академия давайте наверно пойдем в еду в продовольствие для того чтобы построить фермы для того чтобы больше поднимать еды мы уже в минусе с очень плохо а в минусе мы потому что мои войска гуляют по нашей бескрайней родине нравится мне когда у меня войска на марше стоят хотя это нелогично я потрачу ресурсы но мои войска что хочу то и делаю и царь хочет чтоб они ходили по территории они будут ходить мы для этого сделаем все и тебя его виду тоже забирают этих всех пацанов рвов наших вот так вот и вот сюда сейчас вот так вот подведем чтоб швеция понимала что тут все серьезно мы их отряды порвем на части завершаем 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 сейчас конечно было бы хорошо собрать побольше населения во всех в округе во всех не империях построить консульство построить типографии построить эту фигню и постепенных мирно аннексировать по молодой начался это хорошо империя до 100 процентов понятно куда франция делась по ходу франция теперь с нами не дружит издательство хватает нам на издательство строим издательство начнем выпускать свои газеты комсомольская правда или там какой-нибудь красный огонек для того чтобы полностью поработить молдавия молдавия ты будешь моей я просто не хочу с молдавашками воевать я хочу мирно анонсировать а вот польши наверное я ради принципа хочу разбить мы заберем всех женщин детей себе в шахты в леса на лесоповал не будет работать на благо своей новой родины который будет намного лучше чем курва польша так 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 давайте наверное наверное начнем потихонечку швецию подкручивать гаечки чтобы тоже стала нашей в принципе молдовия швеция и османская империя если вот эти взять три страны это будет неплохой плацдарм и неплохая мощь который у нас прибавить мы сможем нормально себя чухать хотя и сейчас неплохо как бы себе чего чем больше территории в любом случае я почему-то позиционирую именно австрию сильного противника и я понимаю что самая большая заруба у нас будет с австрии из пруссии в спруссии так себе австрия ну а под конец наверное игры когда мы все-таки сами пройдем и мы пройдем наверное опять будут долги это те разборки и мутки с британии потому что она сидит у себя на острове то есть мы пока всем вольнем останется британия и придется с ней опять разбираться швеция на четыре хода пожалуйста не помогу понять вроде самый высокий уровень сложности они мне платят бабки за проход но они никуда не ходят но деньги платят хорошо уже 69 так рост население давайте лучше увольненное дело дальше пойдем так что-то нас сдали ох ты стоит она уже получи конечно давайте министерство литейный цех все-таки построим швеция мы строим консульство но нам не хватит денег нам не хватит денег молдаване молдаване я за вами иду ребятки я бы на их месте сам бы к нам примкнул я считаю неплохой вариант для них ух ты ребята музыка замолчала видимо что-то случилось на своих лесах это наверное знак о том что нам нужно прекращать видео на сегодня ребятки спасибо вам за просмотр обязательно ставьте пальцы вверх обязательно пишите комментарии потому что если вы не напишите я вас найду я вас найду с вами был росси это был канал роли гейм онлайн спасибо что вы с нами и я думаю в этом году мы с вами порвем и империал горе и остальные игры еще раз всех с наступившим и наступающими праздниками всем пока